привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит мы продолжаем изучать разные вычислительные модели сегодня у нас на очереди лямбда исчисления лямбда исчисления это то что придумал алон за черч один из величайших логиков нашего времени он за черч собственно в честь него и называется тезис черча тюринга именно черча тюринга не просто тезис тюринга алон за черч вывел некоторые закономерности алгоритмистики первым ну и собственно это было где-то в 1930-х годах он работал над лямбда исчислениям как разделом мета математики и собственно повторял то что делал хаскел карри и мазус шон финкель с их комбинаторной логикой про комбинаторную логику я кстати рассказывал здесь метода мета математика ну собственно лямбда исчислений и комбинаторная логика прямо эквивалентны друг другу чуть более чем полностью есть процедура перевода лямбда термо в комбинатор и наоборот и собственно там все прямо один в один и некоторые лямбда термы так и называется комбинаторы так что давайте изучим что же такое лямбда исчисление чем она так прикольно давайте сначала посмотрим алфавит алфавит из которого состоит лямбда исчисления первое это 11 напишем да это переменные переменными мы будем обозначать там какие-то такие abc маленькими буквами на x y z можем там в 1 в 2 в 3 и так далее разные разные переменные можем использовать мы также качестве переменных можем использовать использовать какие-нибудь последовательности там например вот такая это тоже одна переменная это один символ морскать обычно в лямбда исчислений этим не пользуются используют однобуквенные переменные и все буквы строчные второе 2 то что нам нужно нам нужно нужны символы лямбда маленький символ лямбда и . и еще что нам нужно это скобки вот из этого состоят состоит алфавит ой 3 почему 32 теперь давайте узнаем что такое лямбда термы лямбда термы следующие переменные давайте так переменные x лямбда терм второе да если м и н лямбда термы то м н скобочках лямбда терм и третье если м лямбда термы если м лямбда терм и x переменная здесь надо еще как бы а нет тут такого нету я прошу прощения сейчас я уточню да то лямбда икс точка м скобочках лямбда терм вот так определяется лямбда терм в принципе в принципе для упрощения аннотация да вот здесь мы на синтаксический сахар синтаксический сахар для упрощения используются такие правил для упрощения лямбда термом потому что большое количество скобочков скобочек они используются они загромождают да значит не вижу значит 1 какой синтаксический сахар мы если у нас есть вот такая запись и она самая верхняя то мы в принципе можем использовать как вот так вот вот если внутри м и н есть скобочки то есть нельзя пускать и вот если скобочки самые как бы самые верхние выражения то их можно опустить и вот этот да это называется аппликация а вот это соответственно за это абстракция да то есть аппликацию мы можем скобочки скобочки в ней отпускать так еще что у нас есть если у нас есть вот такая запись м н ку допустим да то это воспринимается как вот так вот сначала м н прикладывается потом к ним прикладывается фу то есть мы такая лево ассоциативное восстановление скобочек также мы должны писать ну как вы тут уже заметили мы можем не ставить пробелы между переменными пробелы между переменными даже не переменными а лямбда термами не ставится то есть вот м н это то же самое что м пробел н что еще есть да при абстракции абстракция лямбда x м н это обозначает что мы лямбда x применяем к аппликации то есть вот то что стоит под после точки воспринимается как единый и единый терм то есть вот это вот не равно вот такому лямбда x точка м н вот это неправильно если у нас есть такая запись то скобки восстанавливаются так и последний синтактический сахар это если мы у нас есть вот такая вот нотация то мы можем записать как лямбда x y z точка м то есть мы можем лишние точки не ставить лишние точки между лямбдами лишние лямбды то есть все лямбды схлопывать вот и собственно вот так вот мы можем определить всякие термы это термо теперь давайте посмотрим на правила правил у нас такие 3 1 альфа конверсия называется альфа конверсия определяется в принципе там должна быть нужно сказать что такое подстановка но я просто на словах что если у нас есть некий терм и мы пишем вот такую запись то это значит что внутри термо м мы заменяем все вхождения переменной x на н там есть некоторые ограничения связанные со свободными и связанными переменами мы это сейчас рассматривать не будем суть в том что в некоторых случаях так делать нельзя но в большинстве случаев вот мы просто берем терм м и в нем все вхождения переменной x заменяем на другой терм н и собственно альфа конверсия обозначает что что мы можем менять менять переменные менять название переменных но там тоже все очень не так тривиально но мы в принципе можем записать что если у нас есть какой терм и lambda x . x да то он абсолютно эквивалентен lambda y . y то есть вот это одно и то же это тоже тождество тождественные функции ну да я вам раскрыл что это такое то есть мы можем заменить название переменных от замены название переменных ничего не поменяется второй бета редукция второе правило бета редукция и она таким образом выглядит что у нас есть два термо мы рассмотрим аппликацию двух термов причем первый термо у нас абстракция вот вот это вот переводится при помощи бета редукции к следующему виду как раз мы в терме m заменяем все вхождения переменной x на n вот так вот то есть если у нас есть вот такая вот аппликация некого термо к лямбда термо к абстракции то мы убираем абстракцию берем тело этого абстракт лямбда термо m и в нем все вхождение переменной x меняем на термо n и есть у нас еще это редукция но она используется не во всех типах лямбда исчислений в некоторых она не применяется и эта редукция заключается в том что если у нас есть такой вот терм он эквивалентен просто самой функции потому что ну почему потому что если у нас есть терм лямбда x точка f от x да и мы к нему прикладываем дата это при помощи бета редукции переводится к f от n да то есть мы прикладываем f какому-то n вернее наоборот мы прикладываем терм м н к некой функции f а это то же самое что если приложить f к n просто взять и приложить то же самое то есть если мы вот сюда применим f вернее вот мы приложили терм н к вот этому лямбда термо и получили то же самое если мы просто терм н приложим к самой функции то же самое получили вот это это редукция ну и собственно все вот эта штука лямбда исчисления оказалась мощнейший мощнейший формальной системы мощнейший абстрактной записью для представления ну фактически всей математикой в ней можно представить булевые значения истинности натуральные числа там любые ну от натуральных любым числа можно прийти и самое главное в нем можно представить функции функции вот если лямбда термо лямбда через лямбда абстракций и то есть функции аппликация это применение этих самых функций фактически alonzo church разработал 1 ну какой первый язык ну такой мощный функциональный язык программируя линда исчисление это чистый функциональный язык программирования который было разработан лямбда чертом lender чертом и собственно на этом все естественно Тьюринг полная штука, это чистое описание функционального языка программирования, и в потоке по функциональному программированию мы это будем детально изучать. Мы сейчас там изучаем комбинаторную логику, после нее будем изучать лямбда исчисления, будем изучать все там эти связанные переменные, свободные переменные, подстановка, нотацию дебрейна и так далее. Там огромное количество всякой-всякой всячины, и собственно лямбда исчисления является базисом, такой базой для изучения математики и теории алгоритмов, и теории вычислений, теории информации и так далее. Почему? Потому что лямбда исчисления полностью эквивалентна машине Тьюринга, поэтому тезис Черча Тьюринга, и при этом лямбда исчисления дает как бы математические основы для вычислений, для... Не вот это вот странная абстракция, там бесконечная лента, какая-то головка программа выполняет. Нет, это совершенно другой способ представления вычислений как таковых, математические формулы. Это очень круто. Все, будем изучать. Пишите вопросы туда, если есть, ставьте лайк и на канал подписывайтесь. С вами был Роман Душкин, до новых встреч, пока!